Сотни моделей машин, танков, кораблей уже появились в нашем Новосибирском Крывеческом музее. В студии Алина Маслова и Михаил Кириллов. У нас в гостях Сергей Фиников, организатор выставки «Как настоящий». Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, вы пришли не один, я вижу, с моделями, с теми самыми, которые стоят практически в Крывеческом музее. Одни из тех, которые стоят. Сейчас их там нету? Это другие модели, на самом деле. Те стоят, понятно дело, на выставке. В общем, сегодня у Михаила точно праздник, потому что я уверена, что ты, как все мальчики, любишь все эти машинки, их собирать и тому подобное. Да. Итак. Давайте начнем, наверное, издалека. С чего вообще, как вы пришли к этой выставке, как она организовалась? Мы с нашими, так сказать, друзьями-моделистами проводили встречи. Встречи, общения, мастер-классы. И как-то подумали о том, что они во что-то должны превратиться в итоге. Прошло несколько встреч. Побывали на разных выставках. Провели в прошлом году выставку в концертном зале имени Катца, посвященную 75-летию окончания Сталинградской битвы. Это начало февраля. Потом у нас в Новосибирском планетарии была выставка. Такая ограниченная выставка. Очень понравилась посетителям планетария. 8 мая она проходила. И вот после этого мы решили, что надо, надо делать что-то более интересное, более широкое, более открытое. Вот и мы родили. Сергей, а моделисты, это что за люди? Это люди, которые прям вот всегда занимаются именно созданием подобных моделей? Или может быть это вообще взрослые, невзрослые? Есть ли у них какая-то другая работа? Или вот только вот они и делают? Конечно, конечно, есть другая работа. Эти люди, вот возрастная категория этих людей. У нас есть модели, которые собирали дети. Дети буквально два месяца как переставшие тянуть в рот предметы. Так не бывает? Три плюс. Да. Вы предыдущие собрали первую модельку. Почему, почему? Вот критерий, так сказать, готовности. Человек перестает тянуть, ребенок перестает тянуть в рот предметы. И он уже может собирать, вот брать такую коробочку, садиться, например, с папой или с мамой за стол, брать инструменты и делать модели. Так, там еще и инструменты какие-то? Да, есть инструменты. Вот я хочу показать вам инструменты. Просто чем дети, которым два-три года, что они держат в руках? Для того, чтобы это делать, ну, во-первых, нужны кусачки, нужен нож, поэтому нужны родители для ребенка. Нужен пинцет, нужен, ну, вот что, поточить там. И нужно очень, видимо, хорошее зрение для того, чтобы очень мелкие медали скрепить. Похоже на набор хирурга. Руки, глаза, голова. Ну, да, зрение, да, необходимо, естественно. Руки в первую очередь, потому что делаем руками, глазами, головой. И много свободного времени. Сколько, например, занимает вот такую модельку? Да, за сколько можно создать? Сколько времени? Каждый моделист делает скорость разная, абсолютно разная. Кто-то может ее сделать за два вечера буквально, а кто-то делает месяцами. В зависимости от детализации, от художественной проработки модели, время очень разнится. Ага. Потянулось. Ну, я, наверное, от профессионализма, наверное, тоже. Да-да-да, открывайте, я могу вам помочь. Давайте. Давайте, я как специалист. Крю о руки. Давайте по порядку, вот те, кто, например, вообще ничего не понимает вот в моделях, в моделировании, есть какой-то, видимо, специальный сайт или магазин, где продаются всевозможные модельки. Я директор этого магазина, между прочим. Обращайтесь к Сергею, вот небольшая реклама прямо сейчас. Так вот, приходишь туда, выбираешь себе танк, покупаешь, берешь вот это вот, у папы воруешь вот эти все кусачки. Или у мамы, у мамы. У мамы тоже, возможно. И садишься дома и начинаешь. И начинаешь. Открываешь коробку. Там есть вот такая вот инструкция, как собирать и как красить. Я ее покажу вот таким вот образом. Там вот у нас последовательность сборки. То есть они черно-белые, как в смысле красить? Ну, есть разные инструкции от разных производителей. Да, вот такая вот черно-белая инструкция, как это красить. Очень много информации. Я бы сразу бросила эту бумажку, потому что там так много деталей. На самом деле ничего сложного. Вот мы берем эту инструкцию, запасаемся неким инструментом. Взяли там у мамы кусачки из маникюрного набора или где-то еще. Или купили вот какой-то такой набор. Ну и, собственно говоря, открыли пакет. И вот из вот этого получится потом вот это? Из вот этого именно получилось вот это. Это, это вот это. Сроду бы не подумала. Да. То есть он был тоже серый или? Он был тоже такой серый. Он выглядел вот так. А где краска? А краска дополнительно... Нет, нет. Мы подаем краску. Тушь, лак, я не знаю. В магазинах, модельных магазинах уйма краски, тонны краски, я бы сказал. Сергей, давайте честно. Это затратный вид интеллектуального труда? Как и все хобби, это очень-очень затратно на самом деле. Ну, например, вот самая дорогая модель, которая вообще может быть... Самая дорогая, ну, порядка 30-30 тысяч рублей. Одна вот пошивка... Это вот такой пластик, набор пластика. Плюс труд, плюс дополнительные какие-то наборы. Краска. Но модели могут стоить и сто, и выше тысяч. Плюс нанятие того, кто соберет. Нет, ну почему? Моделисты с руками, с глазами, они сами собирают. Обалдеть. 30 тысяч рублей. Сколько вообще на выставке представлено? 604. Вот теперь я готов и могу сказать точно. 604 экспоната. Потому что 604 это вот этот, который мы сейчас соберем. Экспонат может быть из 5, 2, 3, 10 моделей. То есть модели, вот как единиц моделей. Там гораздо больше, а экспонатов 604. А как понять, экспоната какая-то история или что? Да, это может быть диорама какая-то, какой-то сюжет, что-то вот такое завораживающее, какой-то кусочек истории. А сколько, может быть, представлено авторов и кто вообще они? Авторов порядка 40. Это такие, как мы с вами, люди. Женщины там есть? Женщины там есть, да. Да, вот автор вот этой машины, она там тоже представлена. Прямо женщина? Прямо самая настоящая? Ну, это моя подруга, да, да. Нет, я просто... Моя замечательная подруга, моя жена. Это женщина, ну, это женщина, ну, так как? Ну, как, ну, женщина, которая любит собирать кошмар. Как это можно все, боже мой, как у нее хватило просто терпения все это сделать? Когда там дети, можно всех покормить. Это же хобби, как раз. Дети голодные, что ли. Скажите, смысл вот этой выставки в том, что просто показать, какие вы молодцы? Или на этой выставке можно купить ваши модельки и подарить своему ребенку? Нет, можно оставить отзыв, можно взять нашу визитку, можно прийти к нам, можно задать вопросы нам уже на нашей территории, ну, либо встретив нас на самой выставке. Вот, собственно, схема такая. А выставка-то, собственно, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы люди увидели многообразие, увидели историю, поняли, как это выглядело. Вот для этого, собственно говоря. А выставка, она чему-то посвящена? Я пропустил. Выставка, ну, 23 февраля сегодня поздравим. Там все тематика такая, да? Тематика широкая. Вот в начало века до сегодняшнего дня. То есть это вот временные рамки. Исторические рамки, это все есть. Вот и западная техника, и наша, и Великая Отечественная война, и противник, и мы, и наши союзники, и союзники противника. Вот есть много чего. Хотелось бы, конечно, больше, и это наш следующий шаг. А по размерам моделей, вот я так понимаю, что это самая крупная, которая представлена, это самая мелкая, или есть еще мельче, еще крупнее? Конечно, есть еще мельче, и есть крупнее. Насколько? Мельче на сколько, мне кажется, интересно. В понятии моделизма есть понятие масштаб. Так. Вот это 35-й масштаб. Урал, современная техника, вот она в 35 раз, она уменьшена. А, вот. А БМПТ уменьшен в 72 раза. То есть сначала надо измерить настоящие? Да, да, взять чертежи, фотографии, посмотреть на них, понять, зародить какую-то идею у себя в голове. Интересно, вот как вот эти вот все детали, это тот, кто создавал вот это, он должен все знать, как там, что... Ну, есть, для неопытных моделистов есть инструкция, следуя которой, у нас вот поэтапно получается вот то. Опытный моделист, он берет фотографии, он пользуется чертежами, хотя чертежи тоже делали люди. И что они там могли внести, тоже вопрос. Могли что-то, какие-то неточности, могли вот как-то немножко их исправить в другую сторону. А фотографии, они нам передают фотографии, видеоизображения, они нам передают четкое понимание, как выглядела техника. И мы стремимся к тому, чтобы она была похожа абсолютно. Ну, давайте о других моделях, которых нам предстоит еще узнать, поговорим чуть позже. После небольшого информационного блока. И пока у нас Михаил играет в модельки... Пока, вообще-то, Михаил захватывает твои владения. Я напомню, что сегодня в гостях у нас находится Сергей Фиников, руководитель клуба «Мир моделей», организатор выставки «Как настоящий». Как настоящий, да, ты меня убил, сразил просто. Слушайте, ну, на самом деле, с детства все и начинается, мальчишки играют в танчики, в машинки, девочки там, в семью и тому подобное. Но ведь, получается, те моделисты, которые по-прежнему занимаются созданием подобных моделей, они что, не выросли? Они просто так и остались в детстве, можно так сказать? Нет, на самом деле выросли. У них есть дело, бизнес, работа, семья. Все как у обычных людей. И, понимаете, это некая такая часть творчества в жизни человека. Это для души, во-первых. Не вот поиграть, обладать, а в первую очередь удовлетворить свои душевные потребности. Потребности эстетические, потребности технические, я бы сказал, потому что тут много, так сказать, моментов технических в изготовлении модели. Ну, вы из детства в этом, так сказать, визутили? Конечно, да, да. Ну, да. Серьезно, стендовые модели, вот перед вами как раз стендовые модели. Одна. А две, вторая. Захватили. Стендовые модели. Стендовая модель увлекся в 91-м году. Ну, и до сих пор. Так, а я вот увлекся сейчас. Давайте я вам помогу. Ну что, ты что, рискнешь, да, прям сделать? Я помогу, вот прям по инструкции. Первая часть инструкции, это для вас, я буду вам помогать. И в краеведческом музее появится 605-я модель, которую создал он. Это он, это он. Даже не знаю, кто. Посмотрю, у тебя написано. Мастер-класс? Да. Давайте хоть, да. Это сделается вот такими вот кусачками. Губками кусачек мы плотненько прижимаем кусачки к детали и щелкал, кусаем. А как понять, что ты щелкаешь то, что нужно, а не... Первый этап инструкции, это вот мы ищем, да, и находим. Это такой квест небольшой. И кусаем. Ну давай, с Богом. Я в тебя верю, я надеюсь, что хоть что-то ты сегодня создаешь, хоть раз в жизни. Михаил взрослый человек, я могу дарить ему нож. Да, кстати, тебе уже можно без мамы ножом. Так что ты, я со словечками, это было осторожно тебе. А пока Михаил пытается хоть что-то откусить, и не знаю, для чего это спросили. Тупачок, да. А я все знаю. Ой, похоже на пилку для ногтей, можно подпилить? Да, да, именно так. Женскими пилками тоже, кстати, можно подпилить. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот считается, что там, какая, получается, модель ценнее? Та, что имеет меньше всего, точнее, больше всего деталей, или та, что просто самая маленькая по масштабу? Вот что ценится сильнее? Мне кажется, точнее, та модель, которая точнее с технической точки зрения, та модель, которая выкрашена так, как прототип, как редкий, например, прототип. Ну, вот что моделисту, вот прям к душе, да, к сердцу, это вот, наверное, такая модель, редкая, которой нет ни у кого, которой он посвятил поиску, например, литературы, фотографий и прочего, очень много времени, которой он выстрадал. А так вообще все модели, конечно же, ценные. Ну, вот на самом деле, со стороны, я, конечно, понимаю, что я не держу эти кусачки и ничего такого не делаю, кажется, что очень просто, понимаете? Ну, вот все для тебя уже сделали, все детали придумали, какие прототипы, вот просто вырежи, составь и все. Ну, на самом деле, надо как-то представлять, как это все составляется. Все? Ты моделист? В нашем случае тут нет одного очень важного элемента в сборке модели, я его, к сожалению, забыл. Мозги? Нет, они, я думаю, присутствуют. Это клей. А-а-а! Это модель собирается, нет, это лезвие для ножа запасное. А вот клей-то я не взял, ребята. А нож, для того, чтобы модель складывалась очень тщательно, хорошо, да, надо вот подчищать, подрезать, напильником подпиливать, да, надфилем. Давайте, пока опять-таки Михаил работает, заманим наших зрителей на вашу выставку. Мы показали какие-то уже варианты модели, которые представлены, и все-таки давайте поговорим о некоторых из них, вот, которые вам, например, больше всего нравятся, самые яркие, самые классные. Почему? Потому что человек, вот, я уже об этом говорил, вложил душу в первую очередь, то есть он запечатлел какой-то миг, миг своей, может быть, жизни, жизни модели. Вот эти модели очень ценные, мне они очень нравятся, мне, не только мне, и мы их показываем. Давайте обсудим какую-нибудь хоть одну. Подождите, а вот я могу найти А-80. А я не все вам дал, Михаил, на самом деле. Был хитер. Я так мухтал, прям, сидеть. Ну, естественно, литерой подписан, я так понимаю, да, да, да. Ой, мальчишки, слушайте, Сергей, мы вернемся к моделям. Вы женаты? Да. А жена как вот относится? Потому что вы приходите домой, и вот вас недостатят помнить. Замечательно к этому относятся. Я достаточно давно не моделю, за неимением времени, так сказать. А жена вот переняла мои желания, желания, возможности. Да, она стала моделистом, работая, живя рядом со мной. Да, вот ее автомобиль перед вами, кстати. Слушайте, а не бывает вот вид моделизма для женщин, когда, например, кухню нужно собрать там красивую или там, не знаю. У меня ремонт с древней кухни. Конечно, бывают замки, бывают розовые танки, мимишные танки для детей. И достаточно их много на сегодняшний день. Самое интересное, знаете что? То, что вы... Ты ничего не понимаешь, да? Дали мне еще три штуки, я все равно не могу найти. Ищем буковку на рамке и сопоставляем ее с номером. Ну, либо вот... Я и букву-то не вижу. Это некий квест, это надо вот... Игру Мазборни. Где букву хотя бы? Вот на такой вот плашке она должна быть прописана, вот здесь, да. Ой, Миша... Так вот, Сергей, давайте поговорим о некоторых моделях, которые представлены на выставке. Вот, например, что-то там подводная лодка. Да, замечательная подводная лодка, которая запечатлена как раз во время всплытия, экстренного всплытия. Диорама так и называется, экстренное всплытие. Так. Замечательный моделист, новосибирский моделист Евгений Суслов вот создал такую модель. Ну, вот идея у него возникла, наверное, как раз в том, чтобы запечатлеть этот миг. Миг, когда вокруг еще вода, лодка уже вроде как на поверхности, но она еще в воде. И вот этот миг, я надеюсь, он хорошо, очень хорошо воспроизвел. И еще, может быть, есть какая-то модель, которая самая дорогая, или, может быть, самая маленькая, или ее сделал какой-то совершенно необычный человек. Я вот сейчас сделаю. Для нас, взрослых, ну, наверное, это детские модели в первую очередь. Почему? Детские и те модели, которые делают женщины. Потому что дети непосредственны в своем выборе. Они иногда не заморачиваются технической частью, просто берут, собирают, им интересно, красиво. Вот, детские модели замечательные. Модели взрослых, ну, вот женщин-модели, например, женщины увлекаются больше автомобилями, и им очень нравятся корабли. Корабли, особенно парусники, романтика. Ну, как это в жизни, ну. Да, романтика, и вот они делают эти модели. Те модели, которые сделали девочки, они тоже очень замечательные. Мне они больше нравятся, чем мужские модели, между прочим. Самим выбором той модели, или как они сделаны? Наверное, то, что они сделаны женщиной. То, что они сделаны женщиной. То есть пирожками от них пахнут, или как? Ну, нет, они какие-то такие простые, они не замудряются, так же, как и дети. В мат-часть не погружаются глубоко-глубоко. В художественную часть погружаются так, вот, как они это видят. Там губы накрасили, и замечательно. А вот ваш клуб «Мир моделей», где он находится, и как к нему попасть? Вот Михаил, например, сегодня после интервью захочет к вам наверняка присоединиться. Конечно, у меня свадьба. Да, можно вот, посетив выставку, взять визитку и прийти к нам. Там они, кстати, есть. Мы открыты с 10 часов до 9, а то и позже. Раз в месяц мы проводим встречи моделистов с мастер-классами, где я Михаилу бы показал все, как это делается. Или кто-то из наших ребят. Милости просим, приходите. Там, то есть, обучают, да, рассказывают или как? Да, да, да. Раз в месяц, середина месяца мы проводим мастер-классы по обучению. Ну, какие-то техники, техники в сборке. Ну, как правило, моделисты уже, они подкованные в этом. Техники в основном нюансов. Это вот художественные части. Как покрасить, чтобы было похоже. Как сделать так, чтобы это было прям вот, ой, как настоящее. Ну, а вообще, в принципе, любого человека можно обучить. Конечно, конечно. Абсолютно такого нету, что нет таланта и все есть. Ну, вот моделисты, вот трех лет я говорю, что у нас дети, да, как бы вот он только научился ходить, а он уже что-то делает. Понятно, дело простые и для детей модели. И вот буквально вчера делали подарок 23 февраля мужчине, которому 80 лет. Ой, здорово. Он тоже моделит. Ну, то есть вот... Уважаемые наши зрители, добро пожаловать в Куреческий музей на выставку «Как настоящий». Напоминаю, что у нас в гостях был организатор этой выставки Сергей Фиников.